В преддверии 70-летия со дня Великой Победы мы продолжаем цикл сюжетов о подвигах советских солдат и тружеников тыла. Герой нашей рубрики сегодня, ветеран войны Измаил Тимирбулатов, служил на буксире под Сталинградом. Историю одного из самых важных сражений Великой Отечественной войны из первых уст услышала Екатерина Ковальчук. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. О начале Великой Отечественной войны 14-летний саратовец Измаил Тимирбулатов узнал рано утром 22 июня. Его и друзей детства ночью разбудил громкий гул пароходных сигналов, и любознательные подростки побежали к берегу Волги. Переправились сразу на лодке на правый берег и подплыли мы к пристани приемного сообщения. У нас там лод стоял на охране. И тут нам сказали, что войну объявили. А уже спустя месяц к будущему фронтовику домой пришли преподаватели школы ЮНК в Саратове. Учителя предложили Измаилу Тимирбулатову стать учеником их курсов. Без раздумий подросток согласился. Нас распределили по пароходам. Кто попал на буксирный пароход, кто попал на пассажирцы. Я в том числе и попал вот так, в буксирный суд. Название было Елабуга. И именно на Елабуге Измаил Тимирбулатов начал курсировать Волгу около берегов Сталинграда. На этом буксире молодой ЮНК вместе с командой участвовал в одном из самых важных сражений Сталинградской битве. Нас послали для того, чтобы вывезти оттуда технический флот. И оборудовали нас вооружениями. Пусть поставили, поставили пулеметы для защиты пароходов, которые шли в Сталинград с оборудованием, с всякими припасами. И везли солдат, пароходы, баржи. Все корабли, баржи и буксиры бомбили из земли и с воздуха, вспоминает о Сталинградской битве ветеран. Самолеты немецкие, когда подошли в Сталинград, они летали по Волге, как врачи. Бросали мины, бросали всякие эти, типа бомб такие, взрывающие. Вот, бомбили пароходы. Вот я знаю, где были разбомбены этим немецким самолетами, пассажирские пароходы с ранеными. Вот в районе Быховых футоров, есть Быховых футора, это у Нижнего Камышина. Там сразу в один час разбомбили они два пассажирских парохода. В составе команды Елабуги преимущественно были юнги-подростки и девушки-зенитчицы. Именно они сбивали с воды немецкие самолеты. А фашисты, в свою очередь, стремились уничтожить советские буксиры, переоборудованные под военные корабли. Страшно было чем. Они налетали, как тогда, в это время, вот как раз налетали по 120 самолетов, вот считали немецких. Которые вот бомбили все подряд, чтобы попадется. Куда бросит бомб, то и ладно. И в том числе и бросали на наш пароход, в котором бомбы падали мимо борта в двух-трех метров. После завершения Сталинградской битвы Измаил Тимирбулатов пошел на курсы командирского состава. Закончив их, стал сначала помощником капитана гражданского корабля, а потом возглавил команду речников. Сейчас фронтовику 88 лет. На груди у ветерана десяток наград, среди которых из-за участия в Сталинградской битве. Как он был, а потом возглавил команду речников. Субтитры создавал DimaTorzok